шалом добрый вечер мы сегодня продолжим разбирать вас третью главу мы закончим и сегодня немножко длинная и мы продолжим говорить о двух сестрах у кого вы не выключен телефон у лёня лёня выключите пожалуйста телефон они телефон микрофон окей возвращаемся и так 23 глава мы продолжим нашу речь про двух сестер как мы сказали они живут салим и шум ром и мы говорили что это очень и очень тяжелое скажем так пророчество и описание то что происходит и слова которые пророк использовали и принципе после того как всевышний сообщил глобально то есть наказание которое ожидает о галеба о галеба иерусалима сколько помните им нужно распутаться срок вспоминать юности своей когда облудилась и обнажил ноготу свою отвратилась душа моя от нее как отвратилась душа моя от сестры и и и так сообщает всевышний и сейчас он переходит всевышний об описание в принципе скажем так очень очень подробно наказание которое ожидает о галеба она же иерусалим посему о галеба так сказал господь бог вот я поднимаю против тебя любовников от которых отвратилась душа твоя и при я приведу их против тебя со всех сторон сынов бавеля и всех каздимов прикол и шуа и кааа дело в том что есть спор по поводу что значит эти три слова между комментаторами не скоро как бы издается несколько комментариев сам раш и радак по первому объяснению речь идет имеется в виду что это скажем так звание при в дворе вавилона когда по кода типа покид то есть да чиновник шуа это шуа не с алипом это не катастрофа это шуа с айном это имеется в виду скажем так миницинат в каком-то смысле есть такое объяснение а каа это большой министр так объясняет рода другой стороны раша приводит доказательств из мирмияу что речь идет о мелких народов при вавилоне визе нас есть скажем так место которое называется нагар походу то есть река походу что место если такой народ кодайска шуа это скорее всего тоже место название место глобальное то есть это или место или скажем так тавкедим то есть должность в любом случае читаем дальше итак сынова бавили всех каздимов по коду шуа и коа всех снова шура с ними юношей красивых правителей наместников все они военачальники и знать всадники скачут на конях все они и прудут против тебя с оружием колесницами и колесами сборищем народов с латами и щитами и шлемами из постройства против тебя со всех сторон я дам тебя им на суд и будут судить тебя их судом на несколько судом судом не еврейский и обрещу на тебя ревность мою и поступят с тобой яростно нос и уши отрежут остаток твой от меча поет кстати вот это вот отрезание он скажем так на массаю и ушей это скажем такой очень жесткое наказание которое было принято на древнем ближнем востоке такое вот наказание говорит что нос нос и уши тебя отрежут остаток твой от меча падет они сыновей твоих и дочерей твоих возьмут остаток твой будет пожран огнем и снимут с тебя одежды твои возьмут уборы великолепия твоего и пресеку я распутство у тебя и блуд твой принесенный страны мит сраем и мы не поднимешь глаза свои на них и мит сраем не вспомнишь впредь то сидите ибо так сказал господь бог вот я предаю тебя в руку которую ненавидишь в руку которая отвратилась душа твоя и поступят с тобой с ненавистью возьмут все плоды труда твоего оставить тебя ногой и не покрытая здесь есть описание явное из книги дворим где идут описание проклятия похожие слова я могу на иврите прочитать да здесь пишут на иврите так это похоже на в принципе содержание этого наказа то есть того что жадает иерусалим она же охала очень похоже в принципе параллельно тому наказание который излился или будет изливаться на шумрон шумрон уже излился который называется охала но он скажем так более расписан и более скажем так смакует смачно так скажем так описано дело в том что то что произойдет и у галива она же иерусалим будет перед на своих любовников бывших то есть костей вавилоняне и так далее те с кем она развращалась и они будут ее судить если они будут судить своим судом и они ударят по ней и они оставят ее побитой изнасилован то что они сделают это были любовники и она потеряет все таким образом всевышний добьется две задачи то это две задачи достигнет всевышний то что мы читаем пророчестве первое иерусалим наконец-то перестанет смотреть на другие народы и скажет таким и в принципе перестанет глудствовать за ними и поэтому происходит происходит произойдет исправление древнейшего изначального греха которому уже распи который был расписан широко и до этого это блудство за египтом то есть то блудство за египтом которое началось в самом египте с самого начала когда народ израиля там внутри был и который народ израиля все потихонечку туда-сюда бегал к египту и брал у него вторая вещь что произойдет в принципе это это блуд с точки зрения и религиозной и государственного политическая блуд которую мы описывали на прошлом уроке они в будущем прекратятся уничтожатся как они уничтожатся посредством того что иерусалим скажем так выучит урок из того что с ней произойдет печально урок из той практики что полагала как она полагалась на народы которые вокруг нее посмотрите что в конце концов не сделала слишком сильно полагалось на них и она должна выучить из этого выучить затвор и так стих который закрывает казалось бы очень интересно последний стих закрывающих описание дорогие сестры дорогой 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 сестры своей ходила ты и дам я чашу ее в руку твою напоминаю что шамрон израильское царство уже разрушено санхирим уже увел в изгнание уже не существует то есть в принципе говорит то что выпила шамрон то наказание кто получил называется ту чашу выпьешь что ты и казалось бы то есть в принципе этот стих который здесь приведен он как бы итог такого наказания которое постигнет иерусалим как мы читали до этого но выходит если честно говоря посмотреть это также вы как начало следующего кусочка небольшого которым прочитаем и его невозможно понять без без продолжения давайте прочитаем продолжением поймем то есть да что ты о чем идет речь и попробуем разобрать это мы сказали написано дорогой сестры своей ходила ты и да я чашу ее в руку твою вроде бы закончено теперь дальше так сказал господь бог чашу сестры своей будешь пить глубокую и широкую будешь для смеяния и для издевки огромна чаша чтобы вместить все 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 вместиться в эту чашу опьянение и горестью ты переполнишься от чаши оцепенения опустошения чаши сестры твоей шумром и выпьешь ее и осушишь и черепки и разгрызешь то есть как кости будешь высасывать все что внутри то есть не только выпьешь то что там налито ты ее высосишь все что внутри находится в этой чаши то есть все что впиталось внутрь самого предмета то есть которого на чашу из черепков разгрызешь и груди свои растерзаешь и в этом случае имеется ввиду признак то есть траура то есть растерзание груди это то что запретили нам делать рассекать свой пот царапать себя из-за траура то есть из себя ты выпьешь эту чашу ты опустошишь ты даже то что в черенках ее выпьешь и растерзаешь себе грудь то есть от траура ибо я сказал слово господа бога посему так сказал господь бог за то что ты забыла меня и отбросила меня за спину свою вместо того отвратилась от меня и ты тоже терпи за блуд свой и распутство свое то есть описание того что выпить чашу дело в том что другие пророки тоже использовали скажем так вот эту вот аллегорию по поводу чаши и выпивание чаши являлось как бы символическом описание той тяжести наказания которое ожидает наказуемого то есть выпьешь чашу наказания сполна допустим и шаяу пойдем прочитаем шаяу шаяу когда смотрит назад смотря назад что что произошло с русалимом он описывает и говорит следующее это 51 главе шаяу говорит это 51 глава 17 стих пробудись пробудись встань и ушлами когда он говорит о утешении то есть искупление встань и ушлами ты который спил из руки господа чашу гнева его остаток горький чаши спил ты до дна то есть эту чашу то есть уже и шаяу говорит о искуплении а потом то есть о прощении и описывается здесь тоже что иерусалим спил чашу до дна то чашу гнева господа также мы читаем с другой стороны допустим у ирмияу ирмияу по отношению кстати к народам которые били по народу израиля издевались и они выпьют чашу они будут наказаны ирмияу это говорит на 25 главе сейчас открою 25 глава у ирмияу 27 стих сказано так и скажи им так сказал господь свод бог израиля пейте опьяняйте изрыгните и падите и не подниметесь из-за меча которые пошли в среду вашу и если же они откажутся взять чашу из руки твоей чтобы пить то скажи им так сказал господь бог вы непременно выпьете то есть это ирмияу обещает народам которые издевались над израилем то есть в принципе скажем так поработили и были радовались падению израиля то они обещается им что они выпьют чашу оттуда дна то есть наказание кстати в ихат в свитке ихат то есть плачь и римеи там тоже в четвертой главе двадцать пять стих то есть то есть радуйся и веселись дочи дома и так далее и так далее там тоже и тебя пройдет чаша эта то есть и будешь пьянена ею и так далее имеется в виду что эта чаша наказания пройдет к дому тоже в любом случае то есть мы видим эту чашу как объяснение в принципе в каком-то смысле наказания тогда можно понять то ли горю что иерусалиме запьет эту горе то есть это наказание полное огромную чашу то есть она будет страшно и так огромное так она будет выпить это не только все что внутренность но все что в черенках и все что впиталось и так далее все это придет на иерусалим но можно это понять еще немножко по-другому есть небольшой намек на наказание о котором мы читали недавно Недавно в недельной главе, а точнее о женщине блудной, сотах. Там тоже идет испевание чаши. И про сотах, давайте я вам зачитаю сейчас книгу по Медбар, у нас то, что мы читали недавно совсем, чтобы вам напомнить, это у нас глава на со, если кто не знает, там 5 глава, 27 стих сказано так, смотрите. И когда она поет, то есть когда первосвященник поет женщину, которая подозревается в блуде, которая, скажем так, не послушала мужа и муж ее приравновал, потому что она, скажем так, уединялась с мужчиной, которому он сказал не уединяться ей, но у него нет прямых доказательств, что она ему изменила, и он ее проверяет, там сказано, то есть как проверка, и когда находит он ее этой водой, то если она осквернилась и поступила вероломно против мужа своего, то станет в ней эта вода, наводящая проклятие, горько и пухнет чрево ее, и пойдет бедро, и будет эта жена проклятием среди народа ее. То есть в принципе мы видим очень интересную вещь, какую мы видим, что в принципе вот эта вот женщина, которая изменила мужу, то есть подозревается в измене мужа, если она действительно это сделала, то есть она блудница, то она, то что с ней произойдет, то есть да, после того, как выпить чашу, это сделает ее, скажем так, проклятием, то есть в народе. И это похоже на то, что сказано у нас, то есть да, по поводу, когда она запьет чашу, Иерусалим и Шумрон, то есть Ашумрон уже и спила, но Иерусалим и спьет, то сказано, то у нас сказано так, и чашу сисы своей будешь пить глубокую, широкую будешь для осмеяния и для издевки. То есть да, вот эта чаша спивается для того, чтобы на тебя потом показывать пальцы. То есть эта чаша для изменяя, и смеяния изменяется. То есть в принципе то же самое, как и женщина блудная, то есть подозреваемая в блуде, так она становится проклятием, то есть то, что с ней происходит, пусть она пьет ту чашу в народе. То же самое произойдет с Иерусалимом, и Шумроном уже произошло, но, что они станут посмещищем, то есть и после оконной выпьют эту чашу в небо Господне. Окей, это, то есть можно подвести под вопрос сутап, потому что тут тоже они обе изменили мужу, скажем так, Всевышнему, и Шумрон, Иерусалимское царство, и Иерусалим, иудейское царство. Но, скажем так, еще связь или похожесть между Иерусалимом и Шумроном также открывается еще в стихе, в котором мы здесь прочитали, Ян шахахту ты в это шлейху ты ахрейговых, то есть, да, и посему, так как сходит, за то, что ты забыла меня, отбросила меня за спину свою, отбросила меня, то есть выкинула меня, забыла меня. Интересно, почему я говорю, что есть связь с Шумроном, то есть с Израильским царством, которое уже разрушено, потому что эта фраза похожая была сказана Ахияш Илюни, это сказал жене Яравама бен Навата, который был первым царем Израильского царства, он сказал похожие вещи, если мы откроем первую книгу царей, и мы это увидим в первой книге царей, в 14, первая книга царей, открываю, 14 глава, там в 9 стихе читаем, «И поступал ты хуже всех, кто был до тебя, и пошел и сделал себе чудных богов, и ли ты хумер, чтобы гнев меня, меня же бросил себе за спину». То есть сказано, то есть Ахияш Илюни, пророк, говорит Иравам бен Навату, «меня бросил за спину», то есть в принципе та же самая фраза, как и здесь, что она, Иерусалим, бросила меня за спину. Интересно, что эта фраза похожа еще на что? Эта фраза появляется еще раз, и эту фразу говорит царь Хиския. Царь Хиския, царь иудейский, это приводится в книге Шаяу, это 38 глава книги Шаяу, там говорится следующее. Царь Хиския напомнил, что он заболел, то есть он лежал на смертном адре, ему было сказано, что он умрет, из-за того, что он не женился, из-за того, что он не хотел исполнять заповеди при Оревьях, но что он видел в пророчестве, что у него родится сын, царь Минаше, который был страшным грешником, и пророк Ишайя сказал, что он должен исполнять заповеди, и не упендриваться, то есть жениться, он вообще не женился из-за этого Хиския, и Хиския раскаялся ее и получил, то есть выздоровел, еще получил 15 лет жизни, прибавилось к его жизни. И там сказано так, «Вот во благо мне сильная горечь, и возжелал ты душу мою из ямы гибельной», то есть преисподнюю, то есть это как бы Хиския говорит, «Ибо бросил позаби спины своей, все грехи мои». То есть здесь та же фраза «бросание за спину» на грехе звучит лучше, то есть да, «кишляхта ахраи гавах коль хатаай», хатаай, то есть да, говорит Хиския, что выбросил за спину все мои грехи. То есть Хиския, который был царь иудейский, который справил, который построил царство, то есть праведный царь, он грехи выбросил за спину, но недолго это продолжалось. Пришла Иерусалим, то есть да, дожилась до времен Хиския, то есть последних времен, когда перед изгнанием и разрушением храма, когда они за спину Всевышнего бросили. То есть не грехи, а Всевышнего. Грехи не себе взяли. И это то, что происходит. То есть да, и это уже сравнивает таким образом Иерусалим с Шамроном, то есть да, с израильским царством анеудейским, там, где Иравам бен-Нава тоже бросил Всевышнего за спину. То есть они все оставили. Эта фраза обозначает. То, вроде бы на этом рассказ закончил, то есть типа вроде нам все уже объяснили, вроде все закончилось, и казалось бы, можно было заканчивать все, но на этом дело наше не заканчивается. Голова продолжается. Голова продолжается, и снова как бы начинается весь рассказ с самого начала. Вроде только закончили, и наша песня хороша, начинается с начала, то есть описание. Снова описание грехов и так далее, и так далее. Читаем. И сказал Господь мне сын человечества, разве не тебе судить Ауалу и Огалеву? То есть да, Шамрон и Иерусалим. Скажи же им о гнусностях их. Ну, вроде уже закончили тему. Поднимаем снова. Ибо прелюбодействовали и кровь на руках, и с идолами своими прелюбодействовали, а также сынов своих, которых родили мне, проводили через огонь им на съедение над этим идолом. Еще и это делали мне. Осквернили святилище мое в день тот, и субботы мои оскверняли. И когда закалывали детей своих для идолов своих, то приходили в святилище мне в день тот, чтобы осквернить его, кстати, вопрос осквернить его тем, что приходили, или тем, что делали эти перевнишения человеческих животоприношений внутри храма. То есть тут непонятно. То есть можно понять, что они делали животоприношения детей своих, а потом приходили ко мне в храм, или прямо в храме приносили в жертву своих детей. Так вот, в Донецком ядерясь, и вот так поступали они в доме моем. То есть что мы видим? В первой части, в первой части нашей главы раскрывается, скажем так, блуд в двух ипостасиях. В ипостасии, к точке зрения, медени, выдатив, то есть религиозной, духовной и политической. Сейчас же вспоминаются все, то есть поднимаются все остальные грехи, которые включают в себя прелюбодеяние, убийство, идолопоклонство, проношение, то есть жертвоприношение детей молоху, то есть проношение через огонь, то есть для молоха, осквернение храма, нарушение шаббата и так далее, и так далее, то есть уже все до кучи идет. Если, то есть, как мы сказали еще раз, вначале мы говорили только о блуде с точки зрения политики и духовное отношение, то есть разворачивание спиной к Всевышнему, то есть здесь мы уже носим все. И прелюбодеяние между людьми, то есть внутри, и убийство людей, идолопоклонство, и так осквернение храма, все на свете, то есть все, что происходит. То есть и тут подчеркивает пророк очень интересную вещь. Несмотря на все эти грехи, народ Израиля продолжал, ни в чем не бывало ходить в храм. Ходить в храм Всевышнего, то есть, да, и таким образом это говорит им пророк, то есть то, что они приходят в храм, они его оскверняют самим своим присутствием там. То, что они там присутствуют после того, что они творят, они его оскверняют. Нечего в него ходить. Кстати, пророк Ишаяу об этом сказал, то есть еще, то есть мы когда читаем, это будем читать передевят имамов в шаббат, пророк Ишаяу говорит, хазон Ишаяу бен Амоц, то есть видение Ишаяу сына Амоца, когда он говорит, кто вас просил ходить по моему храму, то есть тут приходил, мне ваши жертвы не нужны, то есть да, вы к цены с дома, вы ам амура, то есть князья с дома, народ амуры, он это называет убийцы, то есть и так далее, и так далее. Иерусалим, которая была кирианой имана, то есть была городом, где суд был, и так далее, стала городом убийц. Ишаяу тоже самое описывает, что произойдет. Ихисхер, то есть говорит, в принципе, то, что народ приходит в сам храм, он воспринимает своим тем, что он там появляется. Скажем так, так какая связь между первой частью, которую мы читали, и вторую частью, которая снова раскрылась все эти грехи. В принципе, тут, скажем так, причина-следственная связь. Имеется в виду, что блуд политический и духовный, они являются тем, что породило, в конце концов, огромное количество других грехов из других аспектов, а не те, кто привели к тому, что народ Иудейского царства Иерусалима переняли культуру идолопоклонников, которая включает всего, скажем так, включая все, убийцово, прелюбодеяние, уничтожение, нарушение шабата, естественно, и так далее, и так далее. И в конце концов, скажем так, разлом в союзе между Всевышним и народом Израиля, который, естественно, приводит к нарушению шабата, потому что шабат это союз между Всевышним и народом Израиля, разламывая этот союз, естественно, приходит к осквернению шабата. На этом этапе пророчество возвращается к центральной теме, а точнее, тема разврата с другими народами. Но сейчас это с другого разворота подходит. Это подходит, в принципе, до этого говорилось, скажем так, блуд и разврат с народами, имею в виду, что политические и духовные развраты будут с большими народами, Вавилон, Египет, Коздеи, то есть ассирийцы, то сейчас, в принципе, переход на, скажем так, на более мелкий народ. Давайте почитаем. Итак, сверх того посылали за людьми, приходящими издалека, тех, кому посланец был послан. То есть, они послали за другими людьми. Вот они и приходили, тех, которых ты умывалась, синила глаза свои, украшала себя украшением. То есть, ты себя готовила, украшалась, скажем так, красилась и так далее, чтобы встретить тех людей, которым ты послала за мной. И садилась на величественное ложе, стол накрытый перед ней, и благовонное курение мое, и елей мой, ставила для него. То есть, имеется в виду, что бралась подарки те, которые дал Всевышний, и ставились для этих народов, то есть, для идолов. Кстати, очень похоже напоминает, что Аллегориус, это с девочкой-найденышем. Там тоже рассказано, что Всевышний давал найденыш, то есть, девочке-найденыша, это давал все от себя. То есть, да, делал и так далее, и дал ей все. А она, в конце концов, потому что дал ей Всевышний, то есть, как муж, то есть, она дала любовнику, то есть, прививала, к себе любовников этими вещами, которые давал ей Всевышний. Окей. И голос беспечной толпы у нее, и к людям из множества народа приводимых были пьяницы из пустыни, и возлагали браслеты на руки, и венец прекрасный на голову, кстати, не понятно, что возлагал. Они возлагали на нее, на Русалиме, на двух... Кстати, тут очень интересно. Тут начинается с... множество, кстати, переходит на единичное, и снова на множество. Это имеется в виду, сначала как бы... И речь идет, это показывает, что речь идет о двух сестрах, и о Шамроне, и о Русалиме, когда особо выделяется Русалим. То есть, да, в этой рассказе. И так тут непонятно, эти сестры, скажем так, израильская царство иудейская возложили венец на эти народы, или наоборот, они народы возложили на них. И сказал, одрахлевший блудитель ныне еще продолжает распутство свое. А она... И приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Ауле и Огалибе с женам разврата. То есть, в принципе, что он говорит, что Русалим, Шамрон, то есть, да, Огала в Огалибе, Иудейское израильское царство, то есть, в конце концов, он говорит, как проститутки. То есть, кто хочет к ним заходит. То есть, да, как же блудница, как распутная женщина. То есть, кому захочется, тот может спокойно быть с ним. Это то, то есть, да, это то, что зачем-то закончилось, в конце концов. Как мы сказали, речь идет и о Шамроне, и Иерусалиме в этом, в этих стихах, но особый акцент на Иерусалиме, на вот этой одной из систем. И в принципе, мы сказали, тут идет рассказ чего? Рассказ, как соблазняла эта сестра, всевозможные дальних товарищей уже, чтобы они пришли к ней и так далее, и так далее, как она украшалась, как она себя умощала, и так далее, и так далее. И в конце концов, блудила, как только могла. В конце концов, обе блудили, и обе названы эшитхазима, то есть, как тут на русском говорили, жена развратная. Это то, что происходит. Теперь, наконец, то есть, наши главы, Всевышний описывает страшнейшее, то есть, наказание, которое ждет. И это на этом заканчивается глава. Но мужи праведные, они будут судить их судом. То есть, кто так судить будет, будут мужи праведные. Как судят блудниц, и судом, как судят проливающих кровь. Ибо блудницы, а не кровь на руках их. Ибо так, сказал Господь Бог, подними против них толпу, и предай их ужасу и грабежу. И забросает их камнями толпа, и изрубят их мечами, своими сновежь дочерей их убьют, а дома их в огне сожгут. И пресекуя разврат в стране этой, извлекут урок все женщины, и не станут творить подобное разврату вашим. И воздадут вам за разбрат ваш, и за грехи с идолами вашими понесете наказание, и узнаете, что я Господь Бог. На этом глава, одна из тяжелейших глав, самая тяжелая, которая есть. В принципе, здесь описание того, что будут разобраны, скажем так, сведены счета со всеми, скажем так, реестром, букетом грехов, которые сделали Иерусалим, сделали Иерусалим, сказавство, это царство Круссаля уже уничтожено. Иерусалим, включая блуд и духовный, и политический, и все остальное, и кровопролитие, и прелюбодеяние, и долопоклонство, все-все-все-все идет за ним. Причем суд, который будет судить его, он включает в себя две из четырех наказаний, которые наказал Бейдин. Это побиением камнями, так называемая скила, а также хереф, то есть меч. И в конце еще ожидает, можно сказать, намек на третье наказание, Бейдина с рейфа, то есть сжигание, а точнее в этом случае, это сжигание домов. И вот это вот тяжелейшее наказание, которое придет на Иерусалим, то, что придет на землю Израиля, что точно пришло, вы можете прочитать. Мы это будем читать, у нас через две недели с копейками уже 17-я Томуза. Три недели, то есть, да, 17-я Томуза, это уже все, это уже разрушение храма, мы уже 9-й авгу будем читать, не дай Бог, надеюсь, Мошея Хранч придет, но если не придет, мы будем читать Свиток Иха, в Свиток Иха мы пишем, что там происходило, то есть, наказание вылилось страшно, потому что мы это читаем. И для чего это? Это должно, скажем так, испугать и стать назиданием всем женщинам. Что за все женщины? Кичу все женщины. Имеется в виду те из народа Израиля, которые после всего этого выживут. Им это будет назидание, в принципе, для тех, кто находится уже в Вавилоне. То есть, для тех, кто останется, выживет после всего этого, и поэтому заканчивается глава, как уже не первый раз заканчивается глава у Ихискеля, и узнаете, что я Господь Бог. То есть, в принципе, в конце концов, все поймете, все признаете, и это, естественно, предназначено для тех, кто останется в живых из народа. Это то, что их ожидает. В принципе, следующая глава, кстати, уже будет о 10-м ТВ, то есть, это будет 10-е ТВ тоже. То есть, не это дата, а то, что Хискель будет делать. Эта глава, скажем так, подводит итоги и заостряет, то есть, внимание, в принципе, подводит итоги все, что связано с грехами Иерусалима. И также указывает грехи Шумрона Израильского царства. И, скажем так, тяжелое содержание, страшное описание грехов и жуткое описание наказания. На иврите оно еще звучит ужасно. На русском немножко смягчается, в том смысле. В принципе, это подходит месту, где эта глава стоит. Глава, это стоит, 23 глава, она почти в самом-самом конце пророчества о разрушении. В принципе, она очень близка к самому разрушению храма. Это пророчество уже видит Ихискель перед самым-самым разрушением храма Иерусалима. Тогда, как уже в следующей главе, мы читаем, там идет окончание, то есть первая часть книги Ихискеля о разрушении, мы читаем о сообщении, которое сообщает Ихискелю, спасшихся из Иерусалима, что Иерусалим пал и разрушен. Мы не забываем, что Ихискель из Иерусалима. То есть все эти видения он видит из Бавилона. На следующей главе он получит сообщение, что Иерусалим пошел конец. То Баизратоши мы продолжим на следующем уроке. То есть, в принципе, у нас осталась последняя голова, связанная с пророчеством о разрушении, о наказании народа Израиля. И потом мы уже начинаем переходить, скажем так, в пророчество о избавлении. меняется вектор. На этом мы сегодня закончим. Те, кто в записи, всем всего хорошего. Иерусалима. Иерусалима. Иерусалима.